Шамсудин Явлоев, инвалид третьей группы. Из-за проблем с почками долгое время не мог найти подходящую работу. В прошлом году он обратился в Центр занятости населения. Согласно федеральной программе по трудоустройству инвалидов, Шамсудину и еще двоим, также обратившимся за помощью, предоставили места на предприятии по производству столярных изделий. Это для коек вот такие вот изделия делаем, потом лестницы делаем, ступени. Склейку делаем, вот склейка. Видите, вот склеены они, потом шлифуем и уже другой вид совсем. Обрезаем, как надо, фрезой проходим и готовим. Условия работы приемлемые, правда зарплата небольшая, но это лучше, чем ничего, говорит Шамсудин. Опыта работы как такового у него не было. Однако здесь его всему обучили, и теперь Шамсудин один из самых лучших работников на предприятии. Ремесло приносит столяру удовольствие. По этой же программе еще 11 человек трудоустроили на местном хлебобулочном предприятии. Водители, грузчики, пекари, каждый нашел себе работу по душе и по физическим возможностям. Люди работают на производстве, непосредственно производят хлеб, и часть людей работает в сфере торговли, и часть на экспедиторами работает. Всего на учете в Центре занятости населения по Сунжинскому району состоит 68 человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 39 уже трудоустроены. Выделенные средства, а это 6,5 миллионов рублей, по сути направлены на возмещение работодателям затрат на трудоустройство инвалидов. Инвалиды направляем по линии занятости. Мы, соответственно, в свою очередь, этих инвалидов сначала готовим к той-либо специальности, например. Соответственно, мы со своей стороны эти деньги на руководитель предприятия, например, предприятие, руководитель заключает договор в Центре занятости, соответственно, эти деньги направляются на те предприятия для того, чтобы они создали именно инфраструктуру и оборудование, приобретение оборудования для создания рабочего места именно инвалиду. Вот с этим расчетом мы, естественно, по сей день контролируем, проверяем. Последнюю неделю трудоустроили 11 по линии занятости безработных трудоустроили. Со всеми работниками заключен трудовой договор на два года, а в этом году планируют трудоустроить еще 16 человек. Марина Муталиева, Джамалея Томасханов, Новости 24. Продолжение следует...